Доброе утро! Самые интересные художественные тайны вам расскажет блог Art Insider. Во второй половине 19 века во Франции начала работать группа молодых художников. Впервые в истории искусства они стали писать не в мастерской, а под открытым небом, на берегу реки, на лугу или в лесу. После выставки в Париже их прозвали импрессионистами от французского слова импрессион, что значит впечатление. Это слово подходило к работам художников, потому что в них они передавали свое непосредственное впечатление от увиденного. Французские мастера писали солнечный свет, падающие бликами на воду листья и фигуры людей. В их полотнах чувствовался влажный воздух и нагретая солнцем земля. Художники стремились показать удивительное богатство цвета в природе. Лидер импрессионистов Клод Моне написал «Лондон в туманный день». Лондонцы удивились, ведь они считали, что туман мутно-серый, а художник нарисовал его в красно-багровых тонах. В нем как будто отражались кирпичные дома города. Сначала импрессионистов не признавали. Живопись Моне, Моне, Ренуара, Дега, Сислея и Писаро казалась слишком смелой. Над ними потешались и не хотели покупать работы, но они упорно шли своим путем. И сегодня полотна импрессионистов считается одними из самых любимых и дорогих произведений живописи в мире. А сейчас самые свежие новости из мира русского искусства. В Государственном русском музее началась первая почти за 190 лет масштабная реставрация полотна «Последний день Помпеи» Карла Брюлова. Приступив к ней, музейщики открыли несколько арт-тайм. Для исследования картины площадью в 30 квадратных метров применили передовое оборудование, позволяющее реставраторам практически парить рядом с холстом в воздухе. Чтобы понять, какие пигменты использовал автор, были взяты пробы краски. Также полотно просканировали в ультрафиолете и инфракрасных лучах. И тогда исследователи увидели, что Брюлова буквально менял картину на ходу. Он внес множество исправлений в позу и композицию полотна. Так, например, изначально все здания стояли ровно, но потом художник наклонил их и сделал разрушающимися. Кроме этого, желая добавить драмы, Брюло в прямом смысле убил некоторых персонажей. Среди них девушка на руках юноши, идущего вдоль стены у правого края картины. По полученному образцу краски музейщики выяснили, что автор использовал для написания своего шедевра очень дорогие краски. Это ультрамарин, который производится из минерала лазури и дает насыщенный синий цвет. Карл Брюлов мог себе это позволить, так как являлся обеспеченным художником, имел заказы от высшей аристократии и даже императорской семьи. В этом году Калужская область празднует 110-летний юбилей своего талантливого земляка, композитора Серафима Туликова. Калужский музей изобразительных искусств подготовил к дате не просто экспозицию, а целый музыкально-выставочный проект «Любите России». Он объединяет несколько видов искусства – живопись, графику и музыкальную составляющую в виде песен композитора, звучащих прямо в музейных залах. В прошлый раз мы говорили о Федоре Достоевском и об одном из готических соборов Европы, который своей красотой вызывал у писателя слезы восхищения. Молодцы все, кто вспомнил Кельнский собор, занимающий третье место в списке самых высоких церквей мира. Время, отданное искусству – одно из самых полезно проведенных, поэтому до новых встреч!